Всем привет, с вами Иванок, и сегодня мы наконец-то посмотрим на игру под названием War of Rights. Данный проект, разработанный силами разработчиков под названием Campfire Games, является собой попытку осмыслить гражданскую войну в США. В принципе, я думаю, что уже это видно даже по главному меню игры, что у нас здесь есть флаг двух противоборщищных сторон, и эта игрушка не так серьезно была представлена на моем канале, я даже не помню, я снимал или вообще по ней видео, по-моему, что снимал, но там одно-два. Вот, а вот на сайте Санька в Канграде я немного писал, потому что она в целом довольно интересная, хотя бы потому что разработчиками ее является те самые ребята, которые в свое время разработали Мушкет Батальон. А Мушкет Батальон, в свою очередь, был модом для Наполеоник Ворс. Вот, а Наполеоник Ворс, соответственно, это DLC для Mountain Blade. Вот такая вот цепочка вырисовывается. Я думаю, что те, кто немножечко в теме, знают, что те самые ребята, которые саму Наполеонку разработали, они сейчас сваяют Battle Cry of Freedom. Ну а разработчики модоваяют War of Rights, проекты пересекающиеся, проекты, по сути, даже, можно сказать, конфликтующие между собой, потому что они у нас отображают один и тот же исторический срез, один и тот же уровень игрового процесса, тоже вот эти самые все складовые сражения, кооперативные друг с другом, командные битвы, перестрелочки, артиллерию, на полях сражений, соответственно, именно гражданской войны в США. Но при этом, при всем War of Rights, он уже вышел в ранний доступ, соответственно, Battle Cry of Freedom он вроде как тоже где-то что-то там пытается сделать, но еще не дошел до этого процесса. Когда идет, там уже можно даже будет посмотреть, какую из этих двух игр сообщество оценит более высоко. Честно говоря, в мое предположение, что обе игры просто друг друга будет просто троллить, друг друга отбирать фанатов, и в итоге ни одна толком не сможет добиться тех успехов, если бы, соответственно, они бы, грубо говоря, бы объединились, например. По этому делу, что это немножко глупо звучит, знаете, это не песочница у нас, не какие-то там мультики, где все вместе работают и что-то там делают. Тут чисто бизнес, здесь чистое желание сделать свою собственную игру, и никто там с другим объединяться не будет, но вот тем не менее рынок размывается, но при всем при этом, понятное дело, что мы сегодня смотрим не аналитику, а смотрим саму игру. Поэтому я думаю, что сегодня мы приступим. Будет это первый взгляд. По сути, даже мое личное знакомство с этой игрой, потому что я в нее еще не играл. Кто-то меня за это ругает, кто-то, может быть, наоборот, любит именно вот такой формат, когда я сажусь и с вами вместе знакомлюсь с игрой. Тем не менее, я хочу с этой игрой вас познакомить именно в таком виде, потому что просто делать нарезку видеороликов с моими впечатлениями, в данном случае, мне кажется, будет не так лично мне интересно. Ну и плюс ко всему прочему, действительно надо сесть и взглянуть, как, допустим, со стороны обычного игрока, который приходит в эту игру, садится и начинает ее изучать. Мои впечатления будут такими же приближенными, которые будут раздействительно именно рассказывать о том, как эта игрушка чувствуется изначально, как в нее играется, а не какие-то там надуманные, заранее отрепетированные фразы, где, так сказать, вот тут есть то-то, то-то, там, ТРПР, я к этому пока что не готов. Ладно, короче, приступаем, а то заболтался я. У нас здесь есть много серверов, все практически пустые, есть только один более-менее заполненный, понятное дело, с пинном 158, потому что находится он в США. Здесь, в принципе, посмотреть по пингу, здесь таких совсем-совсем близких к нам серверов нет, но вот это, наверное, все-таки европейский с пингом, где-то там, не знаю, в районе до 90, это, ну, может, даже до 100, это явно США. Свыше это уже, точнее, это явно Европа, свыше 100, это севера США, и понятное дело, что тут есть он вообще какие-то совсем плохо пингуемые, но вот это более-менее терпимо. Подел, что больше все-таки именно в Соединенных Штатах этой игрой заинтересовались. Registration. Это мне надо зарегистрироваться, или это загрузка такая странная? Я сейчас говорю, я первый раз запускаю. По-моему, это типа идет загрузка. Да, загрузка. Вот, в принципе, очевидно, что сеттинг этот интересен именно американцам, потому что это их история, это, соответственно, приближенная к ним реалии, это их там места, наверное, многим известные. Ну и, в принципе, появилось, что, конечно, геймплей сам по себе, он может заинтересовать не только жителей Соединенных Штатов, он, в принципе, наверное, интересен именно тем, что здесь происходит, но все-таки больше рынок ориентируется именно на западный, совсем-совсем западный, да? Европейцам меньше, жителям там СНГ еще, наверное, меньше. Это для них совершенно далекая тема, но она, в принципе, наверняка им тоже знакома. Так или иначе, то, что все-таки историю мы более-менее знаем, знаем какие-то основные ее пункты. Я, по крайней мере, надеюсь, вы ведь знаете историю, да? Я, на самом деле, не такой прям знаток большой гражданской войны США, на пленой игре играл, прям потому что вдаваться подобностей нет ни в коем случае, поэтому я себя, допустим, специалистом каким-то там не считаю. Вот, но, тем не менее, разработчики подходят к вопросу реалистичности, к вопросу правильности проработки всего и вся очень тщательно, то есть они не делают какую-то там лажу, и игрушка у нас, наконец-то, загрузилась, потому что тут у нас, в принципе, предлагают присоединиться к СА, КСА это я еще не путаю, это как раз конфедераты, то есть те, которые на юге были. Так как их меньше, нам дает только возможность за них присоединиться. И, соответственно, выбор офицера, там, флагоносца у нас отсутствует, мы можем взять только рядового. И, соответственно, здесь у нас есть два полка, Алабамский и Северокаролинский. Здесь у них, я так понимаю, немножко отличается экипировка, пули отличаются, отличается, соответственно, винтовку выдаваемая, видите, здесь есть характеристики различные, тут, допустим, калибр у них отличается даже, дальность, так, ну тут дальность 300 ядов, 10500, ну возьму я тогда этих 500 ядов, это, наверное, покруче, хотя, возможно, она будет перезаряжаться дольше. Тут главное сейчас еще не запутаться мне в управлении, потому что здесь есть всякие кнопочки, там присоединить там, соответственно, штык, в миле перейти. Ну ладно, смотрите, мы можем распауниться на флагоносца, флагоносца, это очень удобно, потому что это нас ближе сразу к воле сражений отнесет, хотя, с другой стороны, это, соответственно, нас кинет сразу в бой, я хотел, возможно, немножечко потренироваться. Ну ладно, разберемся по ходу дела. В принципе, здесь ничего такого прям совсем непонятного нет, это, в принципе, в основе своей шутер, то есть берем, стреляем, немножко даже с элементами экшена слэшера, то есть машем где-то там сабелькой, то есть, и, соответственно, мы сейчас, смотрите, ждем, когда нас зареспаунят, то есть здесь есть хитрая система респаунинга, основана там в каких-то там очередях, соответственно, не сразу всех бросает, а по очереди, плюс, если, допустим, флагоносец сейчас наш умрет, то я уже зареспауниться не смогу на нем, меня откинет назад, ну вот, соответственно, пошел какой-то спецэффект, очень странный, на мой взгляд. Ну вот, нормально, все. Типа мы вот таким образом зашли в бой, здесь уже какие-то трупы валяются, и, соответственно, запомним, синяя форма это противники, вот такая песчаная, ну, не знаю, какая она, светло-желтая, бордо, не знаю, как цветы-то экротизовать, серая, короче, форма, это, короче, наша. Ну и, понятное дело, флаги. Здесь никаких подсказок, я так понимаю, не будет. Кстати, кто-то, по-моему, видите, слышите, да, кто-то это по чату общается, ну, голосовому. Так, можем сесть. Такая анимация, на самом деле, видите, такая длительная там винтовка у него. Так, соответственно, я сейчас, походу, взял винтовку на плечом себе, то есть это типа смена. положение, ну, я, честно говоря, разбираться пока в этом не хочу, но разработчики тоже рассказывали, как, собственно, и разработчики Battle Cry Freedom, у них тут есть свои какие-то формы передвижения, здесь можно просто вот так бегать, можно, соответственно, на плечо винтовку класть. Мне интересно, знаете, еще что? Так, это типа... Я сделал, чтобы побыстрее бегать, да? Мне интересно... А, вот, ближний бой, это вот так реализован. То есть он сделал вот так, да? И теперь машет. Штык ты можешь приставить? Или у тебя нет штыка? Вот, штык приставил. То есть можно просто в миле идти, а можно идти в миле со штыком. Причем... Причем, мне вот интересно, а... Можно ли вообще со штыком стрелять? Или нельзя? Давайте проверим, типа, снимем штык, посмотрим, как он будет... Как он будет целиться в таком случае. От меня попали что-то или что? Я, конечно, бесполезно единиться совершенно в этой игре. Так. Хорошо, я понял, что ничего не понимаю, как прицеливаться. Комбо. Войнет, релот. Мили мод. Два фаринг мод. Фрилук. Мне казалось, на правую кнопку, типа, прицелятся. Но что-то как-то уже не получается. Дабл квик. Салютуд. Конечно, было бы прикольно бы сейчас какой-нибудь... Я вот, честно, не посмотрел. А есть ли здесь вообще... Так, меня убили. Я тут пока занимался своими делами. Здесь, конечно, очень прикольно было бы мне дать какую-то подсказку. Может быть, утреал какой-то. Я, честно, утреал не видел. В загрузке. Хотя мог я пропустить. Утреал, конечно, очень круто, потому что... Дал бы нам представление. Вот, допустим, в основах я разобрался, а вот как стрелять, я так, честно говоря, не понял. Я сейчас посмотрю еще раз, извиняюсь за такой подход к игре. Может быть, это неправильно, еще раз говорю. Ну, нет, да, я не просто так никакой тут реал не начал запускать. Потому что банально его тут нет. То есть, играй как можешь. Хорошо. Будем играть как можем. Попробуем еще раз загрузиться. И посмотреть уже чуть подальше от непосредственного сражения, как все-таки здесь стрелятся. Вот самый главный вопрос, потому что я думал, знаете, как правую кнопку удерживаешь, и, соответственно, твой персонаж прицеливается. Но как-то пока что... Кстати, пишется, что сервер у нас заполнен почему-то. Хотя максимально, конечно, игроков здесь 150, а есть всего 106. Странно, на самом деле. О, грузится. Но это может быть какая-то пока что отдельная несостыковочка. Потому что, понятное дело, что в такой новой игре будут проблемы с сетевым кодом. Будут проблемы с мейчмейкингом. Ну, правда, мейчмейкинг здесь по сути нет пока что, потому что мы видим мейчмейкинг, это все-таки, когда ты просто нажимаешь кнопочку в бой, и тебе автоматически подбирает сервер. И ты просто уже потом выбираешь, за кого сражаться. А здесь, соответственно, просто по классической схеме находишь сам сервер, пускай из списка серверов уже заранее подготовлен для тебя. Но, тем не менее. Что я могу сказать? Я, так как эту игрушку, играя в первый раз, я ее запускал до этого, за несколько дней. Смотрел чисто с точки зрения наличия серверов. И я, по-моему, там ничего особенного в плане изменения ситуации не увидел. То есть там была такая же фигня с тем, что один сервер заполнен, и более-менее остальные все пустые. Давайте мы, наверное, задеплоимся на просто респауне. Тут, видите, тут очередь заметно меньше. И все-таки еще раз попытаемся разобраться, что не дело вот так, конечно, совсем купить. Но при этом, по всем, понятно, что, еще раз говорю, первый опыт, вот он, то, что я вижу, то, по сути, вы увидите и вы. Вы, может, там лучше чем-то разбираться, а может, такие же будете, как я, додики. Вот. Но он, смотрите, он направлен, он... Он явно... Тут я могу переключать снаряды. Ага, удерживать, все. Один раз нажал, он, короче, кладет на плечо. Соответственно, а если ты удерживаешь, то он начинает целиться. Все, теперь понятно. То есть не просто все-таки классическая схема справа кнопкой здесь работает. Все-таки она есть. Эта схема. И нужно еще тут, конечно, по-быстрому запомнить кнопочку ближний бой. Так, это не ближний бой. Ближний бой у нас на В. То есть В это просто бить. Вот так. С соответственно... Я буду как дурак, как с дубинкой, винтовку держать вот так и бегать. Соответственно, более длительный вариант это штык приставить. Соответственно, с ним уже, конечно, урон больше, но при этом на это тратится время. В принципе, могу сказать, что управление, когда я в нем разобрался, довольно интересно сделано. Мне оно нравится. Так, а я вообще куда бегу? Здесь какая-то карта или типа... Слушайте, я бегу типа по каким-то отметкам. Там непонятно, при чем отметка на самом деле. И еще и пытаюсь на куче на звуки бежать. Поскольку это правильно, я не знаю, но... Так. Отметка потерялась. Я заблудился. Бегать, конечно, по кукурузному полю, это забавно, но... Кстати, когда бежишь, каждый персонаж бежит, здесь такого классического стрейфа, как мы в шутерах привыкли, здесь нет. То есть персонаж направо-лево, он не реагирует. То есть он бежит вперед. Кстати, я застрял в кустах. Так, о, опять появились. Странно. Потому что они исчезают... Не, они явно появляются, но как они появляются? Я, честно говоря, пока что не понимаю, как эта схема работает именно непосредственно в плане вот этих иконок, но они есть. Так, вот, все, нашел я своих. Да, все-таки это даже не спаун, наверное, это типа отметки командира, как я должен действовать. Хорошо, берем. Нормальный вид. Кстати говоря, еще, когда мы присаживаемся, персонаж... Вот, когда присаживаемся, персонаж начинает... Ну, понятно, что он медленно начинает передвигаться, но еще до кучи как-то он немножко странно действует. Ладно, короче. Анимации, на мой взгляд, сделаны довольно... Ты какой-то свой? Да, ты свой. Неплохо, но... Можно было бы, наверное, что-то тут и доработать, чтобы это как-то... Ну, это, знаете, вот можно доработать, это, конечно, очень странная формулировка. Так. Здесь можно как-то... Дыханием... Затаить, чтобы вот так не ходил прицел, потому что это вот сейчас я прицелился и понял, что, блин, это очень сложно так выстрелить. На самом деле, я целюсь. И он просто у него разбросит чаще. Как выстрелить-то? Опа. Я что-то... Вот сейчас я, честно говоря, не понял. Сейчас он явно сделал выстрел, когда и начал перезаряжаться. Кстати, самую анимацию тоже посмотрим. Перезаряжение. Это вам не наполенка, где... Там солдат, что он, по-моему, мимо куда-то дуло, пихал. Здесь все сделано правильно, но... И вот даже там какую-то он полную процедуру повел, но как стрелять? Ага, все, выстрел. Странно. Это очень странно, потому что почему-то до этого... Это человек, говорит, все-таки, или это говорит мне что-то там игра? Я, честно говоря, не понял. Ну, скорее всего, игра, потому что... Ой, скорее всего, человек, потому что... Там, если это было какое-то обучение, ибо... Здесь все-таки какой-то, не знаю, субтитры возникали бы, типа... Ага, во, вижу кого-то, вижу, вижу, вижу. Это же не свой? Прицел гуляет, конечно, просто дичайший. Возможно, здесь есть, знаете, как во многих играх есть, типа... Задержишь дыхание, и на некоторое время непрожительное ты там можешь... Успеть выстрелить без такого гуляния прицела. Я, честно говоря, не понимаю пока что, как это работает, но... Надо посмотреть, ради интереса, геймплей из-за второго персонажа... Точнее, ну да, второго рядового класса, потому что там... Прикол в том, что... Там, как мы заметили, оружие другое, у него меньше дистанция, но при этом, возможно, оно перезаряжается быстрее. Трупов здесь, конечно, вон просто куча. Здесь, в принципе, игроков играет, получается, где-то почти человек 70 с каждой стороны. Где-то тут даже тактика есть. По идее, тут командир должен давать какие-то приказы, которые должны тут появляться, если ничего не путаю. Но могу, конечно же, ошибаться. Так, это... Свой, чужой. Так, походу, это... Вот, который свои так скачет через поле, это, конечно, очень опасно, Потому что шальная пуля кто-то сослепу не увидит, особенно в дыму. Геймплей, в принципе, ожидаемо бегут. Это свои бегут или чужие? Я думаю, что это чужие. Тут понятное дело, что геймплей такой, знаете, не как в каких-то там классических шутерах. Ты бац-бац всех перестрелял здесь, долго, командно. Ты тут один в поле, не воин. Здесь тебе нужно все-таки именно кооперироваться с другими игроками, Слушать приказы командира. Ну, и, по-моему, с таким разбросом, с такими вот пушечками, ты особо не повоюешь. Хотя, в принципе, смотрите, он... Иногда он начинает, типа... Ну, сначала совсем бешено дергает, потом немножко успокаивается, потом опять начинает. Верю, мне так кажется, но... Что-то такое здесь вижу. Да, по-моему, типа, определенный момент... Какой сейчас спецэффект был? Типа, немножко устаканиваться. Может быть, если нет такой кнопки задержки дыхания, но есть... О! Бегут, бегут! Смотрите, вот этот там флаг явно... Хотя, хрен его знает. Но мы выстрелим! Это, как, знаете, Whole Face Nations at War тоже. Вот на каких-то обычных мушкетах ты, в принципе, стреляешь на бум. И тебе очень должно повезти, чтобы на такой дистанции ты попал в кого-то. Хотя, там, конечно, немножко другая эпоха. Там, насколько я помню, все-таки более ранний период. Там более устаревшие... Значит, более... Ну, как... Ну, да. Более старые модели оружия. Более примитивные, я даже так сказал. Здесь такие более прогрессивные. Они, вроде как, и подъезжаются все-таки уже лучше. Хотя, в принципе, схема такая же. Заряжение сдуло. В принципе, может быть, я сейчас ерунду сказанул. Вот. Но смысл в том, что... Что там все-таки немножко другой подход. Немножко другой уровень. Именно оружие. Здесь... Ох, какой выстрел сейчас был. Это артиллерия работает. Все-таки, вроде как, получше. Но все равно, все равно. До СНРК есть тоже снайперские вариации винтов. Может быть, они еще не присутствуют в игре, но они должны быть в идеале. Так, я ни хрена не вижу, когда так сажусь. Вот так, по идее, у меня должен быть... Меньше разброс. Типа, я стреляю с колена и... Дополнительный упор есть. Бум! 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 Че-то осколки, по-моему, не особо разлетаются. Потому что никого не убило. Сейчас попадало близко. Если, конечно, это... Может быть, это не шрапнель просто какая-то. Кого-то убили. В принципе, наверное, если тут немножко опыта получить, то ты, наверное, будешь тут себя более-менее нормально чувствовать. Это все-таки, опять же, кто бежит? Свой, чужой. Меньше стреляет, наверное, чужой. Хотя, может, они как я думают. Так. А вот это что интересно? Вот это... Знаете, у меня есть такое подозрение, что это типа осечка. То есть, ружья такой конструкции, они же тоже довольно часто осечки давали. Возможно, это оно и есть. То есть, такая доля реалистичности в игре тоже присутствует. Не всегда ты выстреливаешь. В принципе, разумно. Потому что у меня такое в первый раз было, я из-за этого и запутался. А на самом деле, это просто так мне повезло. В принципе, наверное, если так уж говорить про геймплей игры, то я ему его показал. Хотя, я не знаю, сейчас кого стрелял. Может быть, на свои наступают еще что-то. Помните, знаете, тут плавим такие же, как я, они ни черта не понимают. Тоже думать, куда стрелять, кто бежит, а постреляем. Вот. Многие плавили, он реально такой. Здесь не стоит думать, что ты прям ворвешься, как там супер. Герой. Мне кажется, там наступали свои. Судя по тому, что там кто-то случайно, по-моему, своего заубил. Другое дело, что здесь надо слушать командиров. Я-то стою, болтаю с вами. Вот. А вообще, слушать командиров. Что они там говорят. Приказы, слушать. То есть, идти в ненужный момент. Ох ты. Во, во, во. Кого-то я должен убить. Никого я не убил. Штык, 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 штык. Давай быстрее. Штык, 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 штык. Я же тебя ткнул. Бум. Бум. Я вот сейчас только что видел, что я ткнул кого-то. Причем два раза. Но в итоге умер я. Не знаю, что это было. Но в итоге меня убили. Может быть, не убили. Кто-то там сбок атаковал. Я не видел. Но вот это был, типа, маленький такой промежуточек экшена в этой игре. Они у нас реально так хорошо напали. Очень, скажем так, организованным. Давайте я возьму вот этого товарища. Попробуем его. Все равно я ни в кого не попадаю. Хоть посмотрим на другого рядового. Вот. И, соответственно, мы... Давайте посмотрим. Так. Ну, тут очень явно большая выстрелилась. Но, видите, тут, в принципе... А мы в итоге поиграли, да? Или нет? Стоп. А, мы, кстати, выиграли каких-то макаром. То есть у нас потери были на... Больше, чем на 100 человек... Они, точнее, потеряли. В противнике наши больше, чем на 100 человек. Больше. Больше, чем на 100 человек. Больше, да. Вот как-то так. И, в общем-то, блин... Ну, я не то, чтобы не доволен этой игрой. Ни в коем случае. Я, как бы... На самом деле... Давайте я вот точно... Я сейчас за других пойду. Просто... Я, на самом деле... Это что такое? Сейчас какой-то баг был просто. Не понял я немножечко, но... Ну, ладно. Зайдем за кого пускают. Потому что тут... Меня почему-то за рядового... Зайти не дают. А, тут неожиданно опять стало больше... Как-то странно работает подбор вот этих игроков. По идее, меды за данной должны были как-то там... Ну, забронировать, наверное, слишком. Я тут хочу за этих пойти. Мне просто интересно. На них посмотреть. Ну, я хотел... Смотреть, что там за такая пуска мне давалась. Которая короткая вроде как. А, я уже могу зайти. Блин, какая тут фигня, короче, на самом деле, творится. Но за этих мне зайти не дают. Поэтому давайте вот за этих чего. Пока что с этим элементом здесь немножко странновато сделано. Я, конечно, сам туплю. Ничего не могу сказать. Но... Как бы... Как бы так, да. В общем, у нас тут другая карта. По идее, здесь у нас... Мы здесь должны форсировать. Реку. Они начинают из леса. Идем мы все к одной точке. То есть здесь как бы встречный бой. Из этой что-то серии. Сейчас идет у нас обратный отсчет. Что я могу сказать по поводу первой игры? Конечно, сумбурно, непонятно. Но... Что-то здесь чувствуется, на самом деле. Я, конечно, не самый большой любитель таких игр. Я в Наполеонку не особенно играл. В Whole Fest мне тоже не сильно зашел. Я понимаю, что особенно я буду много играть в War of the Rise. Или Battle of the Cry of Freedom. Но... Как вариант посмотреть, это, конечно, круто, на самом деле. Ничего не скажешь. Особенно вот эти, когда идут массовые такие вот сражения. Когда много народа бежит. Когда друг друга все стреляют. Разрывы. Трупы летят. Это прикольно. Это красочно, конечно, динамично. Это интересно. Когда ты сидишь вот в этом каким-то там, в укрытии и что-то там пытаешься родить. И редко так перестреливаешься. Это скучно, конечно, становится. И динамичных элементов в этой игре, конечно, заметно меньше. Чем вот таких вот вялых перестрелочек. Кстати говоря, тут персонаж... Да, здесь персонаж на корточках вообще не может передвигаться. То есть, когда мы начинаем двигаться, он встает. То есть, здесь полуприседе он, походу, передвигаться не может. Так, я опять не то сделал. Я хотел прицелиться. Он там тот стреляет. Так, осечка. Ну вот, осечек здесь, конечно, много происходит, судя по всему. Перезарядка здесь, кстати, смотрите, какая-то другая. Немножко иначе она выглядит. В принципе, суть такая же. Но чем-то отличается она. Вот, ну и тоже, да, долго. Я не могу сказать, насколько долго стоить винтовку. Может быть, чуть подольше. Может быть, столько же. Но надо садить еще на другие варианты. Но здесь пока что особенно нам выбора не дают. В плане того, с чем воевать. Здесь нет такого разброса классов, когда, допустим, тоже полпастер. Ну, хоть выстрел я. О, это, знаете, что тут? От, 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 исчезла. Артефакт кто был? Я думал, пуля застаяла, короче, в воздухе. Там, вы чате уже кто-то ругается, еще что-то, блин. На фоне командира. Или там, не знаю, может это просто голосовой чат, может это вообще не командир, а просто игроки друг с другом общаются. Что-то там провиндят. Ну, короче, такой, еще раз говорю, своеобразный геймплей на любителя. Там кто-то, по-моему, по-испански говорит на фоне. Вива ля куба и прочее. Так. Бум. Реально пуля остается висеть в воздухе каким-то макаром. Не знаю, это всегда так или когда только у дерева стреляешь. Ну, забавно, забавно. В общем, игрушка, по сути, на самом деле, еще раз говорю, для тех, кто любит играть в команде. То есть, вот вы вместе приходите, создаете свое какое-то там подразделение. В него, соответственно, ваши друзья вступают. Или просто люди, которых вы нашли. Вы сейчас, соответственно, координируете действия. Нормально приказы вы раздаете. И, соответственно... Вот, кстати, я еще хочу пострелять. Вот из этой попробовать. Вот из этой пюльки, которую офицер стреляет. Ну, в принципе, тоже винтовка, но она какая-то немножко уменьшена. А уж мне так кажется. В общем, так или иначе, вы должны играть... Опять я не то сделал. С этим держанием правой кнопки немножко путаюсь иногда. Когда ты один так сидишь и непонятно что делаешь, это, конечно, скучно. Это... Опять, да, пуля. Пуля остается висеть в воздухе. Наверное, поправят когда-нибудь. Когда ты так один играешь, это как будто ты, на самом деле, по сути, наверное, дай бог половину игрового процесса используешь из того, что ты можешь использовать. То есть это не... Эта игрушка просто не рассчитана на такую одиночную игру. Тебе неинтересно просто банально будет. Нет, ну, точнее, может быть, ты, конечно, и найдешься интересную именно так играть. Но, скорее всего, все-таки полноценный геймплей получится, только если ты будешь играть вот именно таким образом, как я описал. И, соответственно, будет у тебя и экшен, будет у тебя и отдача, и у тебя будет и взаимодействие с командниками своими полноценно, а не как у меня. То есть это да. Так, а что тут нас поубивали? Убивали. Нигде там партнерников зашкеречившихся нету? Ну, вроде нет. Вроде там вот, куда я стреляю примерно, там они сидят. Я просто не знаю. Там кто-то ходит, похоже. А может быть, я стреляю вообще в кусты. Тут как бы особенно не показывается, кто кого убил. Может быть, потому что никто не попадает. Вроде тут есть эти сообщения об убийствах. А, нет, здесь есть только чат. Здесь, короче, даже не показывается сообщение убийствов. Возможно, если ты кого-то убьешь, тебе все-таки напишут об этом. А может быть, нет. Может, я кого-то убил, а мне не показали. Не знаю, вот в том наступлении, когда я штыком вроде два раза тыкнул человека. Ну, там, правда, надо еще смели разбираться с этим. Тоже еще тренироваться, но... Ну, там вижу я вспышки. Тут еще же надо, наверное, брать упреждения. Понимать, что пуля, она там летит не прямо, а со временем снижается. Как по параболе, гиперболе. Вот, то есть, надо тоже все учитывать. То есть, здесь нужно не просто навестись и кнопочку нажать. А здесь меня тоже целая наука. Вот, но, наверное, с точки зрения видеоролика... Видеоролика, но, кстати, еще почему я не стал делать такую предзапись, потому что, ну, по сути, была бы предзапись тоже набор таких же вот перестрелок. То есть, вы бы ничего другого бы не видели. Тут хотя бы я комментирую, хотя бы свои впечатления озвучиваю, хотя бы какие-то там ремарки делаю. Так была бы такая же фигня. Ну, в общем... Я думаю, что к этой игре нужно будет возвращаться попозже, когда доработают режимы. Но так вообще мне очень дико понравилось наступление, которое я видел под конец прошлой битвы. Там было бы прикольно без всяких, но... Я хочу сейчас что сделать? Я хочу сейчас перезарядиться и попробовать все-таки... Вот, представьте, именно штык. И прийти... Вот здесь, видите, как мало просто штык приставить. Здесь нужно приставить штык. Просто мне, знаете, что это чисто? А можно стрелять? Можно. По идее, можно. То есть, штуково можно стрелять. То есть, можно с ним вообще всегда бегать. Я не знаю, он, может быть, какие-то параметры снижает, еще что-то. Но, мне кажется, удобнее, наверное, штык сразу приставлять. Соответственно, приставляем штык сначала, потом переходим в режим нижнего боя. С этим режимом, соответственно, составляет оружие именно вот так. И, соответственно, вот мы колем. Блока здесь, я так понимаю, нет. Я пока именно стрелков не видел. Но зато можно вот так бегать. Главное, своих сейчас не убить. Анимация, ну, такая, своеобразная, раз в неделю. Может, атака и должно быть. То есть, он как бы, получается... Так, держит видов, поэтому у него так получается. Но ближний бой здесь, конечно, не самый главный элемент. Хотя вот так бежать... Я, скорее всего, если я вот так побегу сейчас, меня просто убьют. Тут даже думать не надо. Возможно, что ком, типа, больше вот это... Разброс, шатание. Вот, еще, знаете, что? Может быть, если, типа, ты сделал выстрел уже... Это даже, может быть... У тебя нет. Ну, в любом случае, такой спуск, он, видимо, происходит не только когда осечка, но еще и когда у тебя просто не заряжено... ...оружие. Возможно. Ничего не могу сказать, на самом деле. Вот. Ну, так иначе, я думаю, что надо, наверное, закругляться, потому что, в принципе, игру я вам показал. Мне кажется, что... Почему-то мне кажется, что, типа... Со штуком больше разброс. А еще, знаете, вот неудобно очень, что... Он не может на корочках хоть чуть-чуть передвигаться. Хоть медленно, хоть как-то, но передвигаться. И борьба вот с этим прицелом, конечно, это прям нечто. Мне кажется, что со штуком, да. У него прям... Его колбасит еще. Серьезно так. Причем он даже... Он... А, он еще, типа, устает. Вот чего. То есть надо... Все, я, кажется, понял схему. То есть со штуком у него еще больше перевешивает. И он, короче, просто не может долго держать. И он со временем начинает его опускать, это оружие. Сейчас попробуем провести эксперимент. Ну да, походу так. Походу, штук не просто так будет снимать. Потому что гораздо проще стал целиться. В общем, ладно, ребята. Давайте немножечко подытожим, что я могу сказать об этой игре. Игрушка определенно найдет наверняка своего фаната. Потому что играли же люди в Наполеоник Ворс. И радовались. И в Холдфайз, хоть многие его ругают, тоже играют. И здесь, в принципе, сеттинг, наверное, даже может быть более будет популярный. В Кремлере, в США. И механизм здесь интересный есть. И игрушка будет развиваться. Будут появляться более крупные сражения. Более масштабные. Пока что это маленькие стычки с Кремишей. Хоть здесь, видите, у нас есть 150 игроков на сервере. Но это один сервер. Что плохо, это то, что, конечно, пока что народу не очень много. Пока что, ну, очень высокий порог вхождения. Но, по крайней мере, в рамках шутеров. Вот, играть одному в это не так интересно. Нужно искать себе компанию. С компанией, наверное, иначе будет. Ну, а так, в принципе, игрушка имеет право на существование. И в такой форме, и в таком виде, и такая игрушка, в принципе. Так что, будем следить за ее развитием. Ну, а с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи.